Творческие командировки для знакомства с историей и культурой нашей страны проводятся не первый год, и они за все-таки запотребованы представниками белорусских диаспор. Только все лет организаторы выросли увести больше в узкую специализацию. В первом заезде этнические белорусы знакомились с декоративно-прикладным мастерством. И первые майстер-классы в Молодежинском державном музыкальном колледже имя Агинского. Эти работы, все, что я тут сделаю, я обовязково на очередной выставке, которая будет проходить 26 мая и посвящена будет 30-ти годию нашего русского хора «Русь», я обовязково выставлю все свои работы. Сегодня мы делаем вот такие вот поделки. Это очень здорово. Привезу в Эстонию и буду тоже учить. За какой-то час я научилась тому, чем я никогда не занималась. И очень хочу сейчас приехать в Узбекистан, Ташкент и своим детям, своим внукам показать всю эту технику. Я думаю, они будут счастливы, потому что мы никогда этим не занимались. Цикловая комиссия декоративно-прикладного мастерства працует в Москаледже с 1995 года. Педагоги и наученцы зауседы в постоянном творчем пошуку. И там в установе распространена обгрунтованная методика выкладания вытянанки, якая посприяла створению минавито-молодежинской школы на ползабытого мастерства выразания с папиры. Зразумела, пара годин – не той час, как поволодать усими сокрытами вытянанки. Але вырабить простую аппликацию, передать веды, пробудить цикавость до этого занятку дятей и дорослых у себя дома – вполне достатково. Для меня всегда это очень ценно, когда приезжают люди среднего, старшего возраста, которые заинтересованы, которые увлекаются. Но здесь, насколько мы знаем, есть и учителя детских художественных школ, и представители различных клубных объединений. То есть для них это интересно. И мы надеемся, что сегодня они узнают много интересного нового и повезут к себе на родину. В Белоруссию приехала для того, чтобы научиться. И то, что я сегодня посмотрела, научилась на мастер-классах, я привезу в Самару накопленный опыт, поделюсь с детьми. Было, чему, поучиться и поделиться и в Молодежинском районном центре Роместов. Мастер-классы по выработке соломяных павуков, по вытенанции соломоплетений, инкрустации соломкой и соломяной скульптурой. Научились удельники творческой стажировки выработать простейшие сувениры с природных материалов, мастеровать лялек, вышивать и выразить по древе. Белорусские традиции в декоративно-прикладном мастерстве, несумненно, будут популяризоваться в украинах проживания белорусов за Межжа. Мы готовы и открыты всегда к сотрудничеству, мы готовы обмениваться опытом, учиться у наших коллег, что-то передавать им. Мы сегодня провели небольшой экскурс в историю, показали им наш выставочный зал, показали мастер-классы. Они увезут с собой на память кусочек нашего тепла, кусочек нашей любви. Все лето удельниками творческой стажировки стали гости из Армении, Казахстана, Латвии, России, Узбекистана, Эстонии. Зразумело, шмат эмоций отничных белорусов покинули не только мастер-классы, а лишь живые, сносины земляками. А кроме новочальной частки, для всех удельников была подрыхтована и насыщенная культурная программа. В осенью запланованный заезд белорусов за Межжа, якие займаются вокалом и хореографией. А с нашим городом уражения во всех гостях засталися самые наилепшие. Это наша родина. Я этническая белорусская семья военных. Служила сама в армии. Но хочу сказать, что у нас ДНК – мы белорусы. И эта ДНК ничем не разбавить, не стереть, не удалить. Пусть даже мы не живем в Белоруссии, но мы любим свою Белоруссию. И мы благодарны тому, что в Белоруссии сохранился язык, сохранились традиции, сохранилась культура, костюмы. И мы полностью все это изучаем, несмотря на то, что мы далеко находимся от Белоруссии. И каждый раз стараемся приехать, побывать, научиться. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, Сергей Руцинян, МКТБ.